Об этом и другом более подробно. С 1 апреля стартует двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Находкинского городского округа. Начальник управления благоустройства администрации Находки Ирина Сазонтова рассказала журналистам о том, какие мероприятия запланированы в рамках двухмесячника и на чем будет сосредоточено главное внимание властей. Традиционно с 1 апреля по 31 мая в Находке пройдет двухмесячник по городскому благоустройству. Основная нагрузка в этот период времени ложится на коммунальные и дорожные службы города. Подсчитано, что за первый этап двухмесячника с территории Находкинского городского округа будет вывезено более 500 кубометров мусора. Поскольку зима была малоснежной, а очистка городских территорий в зимний период времени по оценке начальника управления благоустройства администрации Находки была поставлена на высоком уровне, с приходом весны объем работ по вывозу накопившегося мусора будет несколько меньшим, чем обычно. Этот двухмесячник у нас условно разделен на две части. Это первая часть санитарная очистка территории, а вторая часть это уже непосредственно благоустройство. Так вот, в апреле месяце мы предполагаем заниматься в большей степени, конечно же, санитарной очисткой территорий, прилегающих своих территорий общего пользования, придомовых территорий и так далее. Постановлением главы города плата за вывоз мусора, образующегося от очистки городских территорий, на полигон твердых бытовых отходов не должна взиматься. Понимаем, что это дополнительная нагрузка на предприятия ООО «Чистый город». Это не только нагрузка, но и некоторые убытки этого предприятия, но для того, чтобы все-таки заинтересовать и коммунальные службы, и в том числе, и может быть даже в большей степени все предприятия и организации города, чтобы у них была возможность все-таки не тратиться на вывоз мусора, образующегося от очистки территории. И вот эту функцию можно будет произвести в течение двухмесячника совершенно бесплатно. Это, еще раз акцентирую внимание, что достаточно такой болезненный шаг, но и предприятия «Чистый город» на это пошли. И, конечно же, благодаря рекомендациям администрации Находкинского городского округа. Что будет включать в себя на этот раз благоустройство? Как обычно, внешнему облику города постараются придать наилучший вид путем покраски бордюрных камней, побелки деревьев, приведения в порядок видовых площадок и памятных мест. В мае зацветут клумбы. Будет произведена посадка саженцев, новых деревьев в количестве 240 штук и кустов можжевельника в количестве 120 штук, запланированных на этот год. Серьезную нагрузку должны взять на себя коммерческие предприятия, которые должны помочь муниципалитету. На сегодняшний день уже проговаривали с предприятиями и с большими предприятиями нашего округа, и с мелким и средним бизнесом о том, чтобы во второй половине этого двухмесячника произвести работы по ремонту барьерных ограждений, ограждений предприятий, территорий по покраске, по замене где-то брусчатки, устройства асфальтового покрытия дорожек к прилегающим территориям. К распоряжению главы города приложен план мероприятия, он достаточно объемный, и прописаны практически все предприятия, находящиеся либо во встроенных, являющиеся встроенными в жилые помещения, либо отдельно стоящие. Конечно, работа предстоит колоссальной, потому что до каждого предприятия нужно довести наши пожелания, встретиться с ними, проговорить об их видении этих работ. Если первый опыт проведения этих двухмесячников показывал, что народ не очень активно, мало того, что не то что не активно, неохотно принимал участие в этих мероприятиях, полагая, что все это должно ложиться на плечи администрации, либо предприятий, которые должны этим непосредственно заниматься, то вот опыт последнего года уже как-то так нас обнадеживает, и мы видим, что не только заинтересованность у людей есть, но и они откликаются и даже выходят со своими предложениями. Вот это вот очень как бы радует, и я думаю, что эта работа будет и продолжена в этом году. На мой взгляд, почему вот такое отношение стало к проведению этих двухмесячников, это именно то, что виден результат. Результат работы вот всех заинтересованных лиц. И, конечно же, большое спасибо тем предпринимателям, которые откликаются на наши предложения, а еще большее спасибо тем, кто с этими предложениями к нам приходит. В период проведения двухмесячника запланировано два общегородских субботника, назначенных на 25 апреля и 16 мая. Сергей Сухушин, Алексей Стасинский, Сергей Маркеев, информационное агентство «Каскад-Находка» специально для Восток-ТВ. Продолжение следует...